Техническая проблема на Нью-Йоркской фондовой бирже привела вчера к ошибочной остановке и повысила волатильность на ранних торгах. Уолл-стрит начала июнь на вялой ноте, а инвесторы растерянно выглядывались в отчеты по индексам производственной активности, ведь они одновременно говорили в пользу снижения ставок ЦБ США и подавали тревожный сигнал о прибылях корпораций. Также рынки с осторожностью прогнозируют итоги заседания Европейского ЦБ на этой неделе. Ждать его решения осталось недолго, оно уже послезавтра. А мы с вами пока поговорим о торговом дне сегодняшнем. И начался он, как обычно, с Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь японская валюта укрепилась до отметки 156 йен за доллар и держалась на самом высоком уровне за последние две недели. Теперь инвесторы ожидают отчетов о заработной плате и расходах домохозяйства в Японии на этой неделе. Эти данные могут кардинально повлиять на перспективы монетарной политики Банка Японии. Между тем ежемесячный показатель по инфляции в Австралии вырос в мае на 0,3%. При этом индикатор растет уже третий месяц подряд и достиг своего самого высокого уровня с января. То есть шансы на снижение ставки РБ Австралии в этом году практически сведены к нулю. И даже наоборот, сейчас появились предположения, что регулятор в принципе может решиться снова ее повысить, так как инфляция в стране оказалась очень устойчивой. Также в Азии началась серия публикаций индикаторов деловой активности в производственном секторе. И если в Китае индекс вырос до отметки 51,7 пункта и зафиксировал самый быстрый подъем за почти два года, то другие ведущие экономики такими успехами похвастаться не могли. Производственная активность в Великобритании в мае поднялась до уровня 51,2 пункта, хотя в апреле выходил показатель на отметке 49,1 пункта, то есть в зоне спада. А вот индикатор активности в производственном секторе еврозоны все еще находится ниже вот этой самой критической линии в 50 пунктов. Майский индекс поднялся до отметки 47,3 пункта, при этом в апреле он был на отметке 45,7 пункта. Предварительные оценки были выставлены в районе 47,4 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе Соединенных Штатов тоже упал, причем совсем неожиданно для рынка. При прогнозах в 49,6 пункта майский показатель откатился до отметки 48,7 пункта. При этом объемы производства и ресурсы оставались в тонусе, а вот спрос упал. Напомним, что именно потребительский спрос является ключевым индикатором состояния экономики страны, поэтому неудивительно, что после выхода таких слабых данных доллар подешевел сразу на полпроцента. Означает ли это, что блеск непобедимого гринбека начинает тускнеть? Ведь судя по рассмотренными нами сегодня отчетам, статус исключительной устойчивости экономики США тоже может быть откорректирован. В то же время аргументу в пользу более раннего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, наоборот, становится все больше. В любом случае, сегодня доллар отряхнул с себя пыль вчерашнего шквала слабых экономических показателей США. На торгах в Азии его цена по индексу к шести основным аналогам упала до нового двухмесячного минимума и держалась внутри дневного диапазона 103.90 – 104.30. Не исключено, что новые потери ждут гринбек уже сегодня, когда будут опубликованы данные по уровням вакансий. По прогнозам ожидается их сокращение до трехлетних минимумов на уровне 8,4 млн. В ожидании главного отчета по американскому рынку труда, который выйдет уже в пятницу, падение числа вакансий станет очередным сигналом неблагополучия в американской экономике. А разгромные отчеты о рабочих местах в США дадут свежую пищу для размышлений и прогнозов. Между тем, глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари недавно заявил, что снижение ставок в США в определенных условиях может поставить под угрозу основы процветания страны. Сейчас наиболее вероятным кажется, что будут держаться ставки на текущем уровне более долгий период времени, пока не будут получены намного больше данных, которые так или иначе убедят Центробанк в том, что базовая инфляция действительно замедляется, – объяснил свою позицию политик. А вот до заседания Центробанка Еврозоны, до которого осталось всего два дня, почти наверняка завершится резким снижением ставки. По крайней мере, о таких намерениях в свое время заявило подавляющее большинство его политиков. В то же время инфляция в Единой Европе снова набирает обороты, поэтому возможные решения регулятора все плотнее затягиваются туманом неопределенности. Тем более, что в Европе индексы деловой активности оказались немного хуже предварительных оценок. Что касается настроений по евро, то здесь пока главной движущей силой остаются пятничные данные по инфляции. Их повышенные оценки намекают на то, что Европейский Центробанк вообще может несколько повременить с началом снижения процентных ставок. Но, с другой стороны, это никак не отменяет тот факт, что в старом свете перейдут к смягчению монетарной политики. И начнется это раньше, чем в США. Поэтому евро остается под давлением доллара, что называется по умолчанию. И, возможно, единая валюта начала отрабатывать эту позицию уже прямо сегодня. Так что не исключено, что ближе к вечеру мы увидим еще большее укрепление американской валюты в главной мажорной паре евро-доллар. Учитывая, что утром в Азии евро не просто вернулся к уровню 1.09, но даже поднялся несколько выше, повторить пройденный успех ему будет сложно. Ведь стабилизация цены выше этого ключевого сопротивления могла бы указать на последующий рост курса в сторону уровня 1.10. Однако пока на графике пары работает альтернативный сценарий. То есть цена снова снизилась и вполне может возобновить цикл амплитуд в диапазоне 1.08 – 1.09. И если евро еще найдет стимулы для роста, цены на нефть обновили вчера свой локальный минимум и потеряли при этом почти 3,5%. Котировка марки Brent вчера буквально рухнула и при этом не просто опустилась ниже многодневной линии поддержки 80 долларов, но даже дошла почти до уровня 77 долларов за баррель, то есть до минимальных значений с начала февраля текущего года. По всей видимости, это вызвано структурой спроса и предложения. ОПЕК плюс сохранил действие соглашения о сокращении объемов добычи вплоть до 2025 года, так что предложение остается неизменным. Однако, несмотря на начало периода отпусков, когда потребление нефти растет, спрос также остается неизменным. Это несколько удивило инвесторов и, судя по всему, стало причиной резкого обвала котировок. Так что, когда появятся признаки оживления спроса, то и цены тут же пойдут вверх. Кроме того, столь резкое падение цен должно встревожить крупнейших экспортеров черного золота. И не исключено, что уже в ближайшее время последуют некоторые комментарии со стороны Саудовской Аравии и Российской Федерации, призванные стабилизировать рынок. Таким образом, в ближайшие дни нефть будет находиться во власти скорее политических факторов, чем торговых индикаторов. Похоже, что российская валюта начала торги вторника при каких-то своих интересах. Несмотря на сильнейшее падение нефтяных котировок, рубль даже смог несколько укрепиться. Скорее всего, своеобразным противовесом выступила жесткая монетарная политика Банка России и обязательства по реализации валютной выручки экспортерами. Кроме того, просадка сырьевого рынка отчасти компенсируется возможным повышением ключевой процентной ставки на заседании российского монетарного регулятора 7 июня. Она не менялась с середины декабря прошлого года и составляет сейчас 16% годовых. Так что, по большому счету, валютная пара доллар-рубль все так же продолжает торговаться в районе 90 рублей за доллар. Эта область сегодня выступила в роли сопротивления и послужила своеобразным рычагом для продавцов доллара. И не исключено, что такая ситуация продержится до пятницы до заявления Банка России. Ведь на данный момент именно этот фактор является определяющим для российской валюты. Так проходили торги на глобальных рынках сегодня, 4 июня. Подключайтесь к инстатрейдерс и получайте важную для вашей торговли информацию. Если остались вопросы или замечания, пишите комментарии. Наши эксперты оперативно на них ответят. Благодарим за внимание и до встречи!